Остается государственная программа Краснодарского края развития транспортной системы города назад в 2024 году. Пятусотная субсидия в сумме 124 миллиона 739 тысяч 700 рублей на ремонт автомобильных дорог. С учетом софинансирования объема финансирования в 2024 год составляет 124 миллиона 880 тысяч 800 рублей. Первая субсидия это субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. За счет средств дорожного фонда Краснодарского края в сумме 20 миллионов 120 тысяч 200 рублей. С учетом местного софинансирования 20 миллиона 400 тысяч рублей. На эти средства мы должны выполнить следующие работы. Первая субсидия это улица 30 лет Волгар-СМ. Участок от улицы Кооперативная до улицы Безымянная. Натяженность 575 метров на сумме 17 миллионов 604 тысячи 365 рублей. Следующий это 30 лет Волгар-СМ. Проезд между домами номер 100 и домом сумме номер 98. Мы людям обещали. Мы в прошлом году в рамках приезда губернатора в город Назарово, Михаил Харчевиков, еще и в плане еще бедности губернатора, тогда пожаловались и обратились в жители дома номер 110. На этом были выделены денежные средства и мы реализовали эту программу. Этот дом 100 и 100, 98, он у нас давно в плане, потому что у нас практически в тех домах это 100 и 102, 102 А. Дома уже в этом году мы делаем, да, 100 и дом 2. У нас в рамках формирования комфортной городской среды в дедомовой территории, у нас практически вот этот второй такой участок, микрорайон города будет полностью зааспортирован. И вот этот подъезд между этими домами, и у нас практически три этих дома, и вот этот большой подъезд будет, между дворовой подъезд будет, вот там 2 миллиона 32 тысячи рублей. И еще мы делаем улицу Кольцевая, участок 210 метров, поселок Куринный, громадное количество обращений жителей, и мы считаем, что нам все равно надо переходить с дорог, с переходом лохицу на дороге с твердым покрытием, а там по улице Кольцевая большое движение жителей и в микрорайон поселка Южный, и здесь даже заезжают и горняк, поэтому мы в этом году вот из этих средств на 3 миллиона 475 тысяч выполнят работы по спортированному области Кольцевой. Значит, здесь у нас аукцион объявлен. 14.03. у нас было размещено извещение в ЕСИ, через агентство государственного заказа. 25.03. мы ввести изменения в аукционную демицину. Документацию 11.04. у нас будет окончание приема заявок, 15.04. протокол и оценка вторых частей заявок, и 16.04. мы узнаем протокол подведения итогов, определения поставщика 16.04. мы узнаем, кто выиграет, кто будет подрядчиком на выполнение в течение 10 дней, через 29.04. у нас будет заключение контракта. Вторая субсидия – это субсидия на осуществление дорожной деятельности, ценное решение задачи, ценное экономическое развитие территории за счет ДДР. Сокрасноярского края 180 млн. рублей, совместно со финансированием у нас получается 100 млн. 500 тыс. рублей. Здесь мы выполняем следующую работу по следующим участкам. Промузел АЗС, промузел маршрут номер 2 АЗС Кельпинтвор, участок 2 на 90 по 3 на 90, то есть 1 км на 3 млн. 570 млн. 218 рублей. Второй участок – улица Школьная, с протяженностью 631 м. Это вот, где мы в прошлом году закончили, а трансформаторная, а нет, а трансформаторная пешеходная перехода в эти седьмой школы и до выхода на перекресток в Чехово. Нет, Борисенко – Школьная. Там же 2 участка. Ну, она одним пойдет, да, но выходим на Борисенко – Чехово. Вот, третий участок – 30 лет в ЛТСН, участок от улицы Безымянная до Железнодорожного вокзала, протяженностью 98 метров, в соответствии с большой шириной у нас улица, поэтому это привокзальная площадь на 11 млн. 528 тысяч рублей. Там порядка около 5 тысяч рублей. Улица Шоссейная – 700 метров на 12,5 млн. Средств на всю улицу у нас не хватает, но мы выбрали эти участки. Сейчас мы еще более детально все определим. Участки, которые у нас подлежат асфальтированию в следующий год. Улица Березовая Роща – это участок протяженностью 9930 метров, это чуть дальше. Это дорога на разрез, это где заканчивается асфальт чуть дальше улицы Паровозная и практически туда, до переезда на участок разреза, туда, на бурдозерный парк. Здесь много было обращений граждан, особенно жителей отдаленной территории, то есть поселка Южной, механизации Горня, которые с удовольствием и быстрее приедут, то есть проедут в город, на ту сторону переезда, в одной центральной части города, через них вернуть нагрузку на улицу 31 КСС и может быть так же и на улице Аркутова. Далее у нас улица Ленина – 4 миллиона, 905 тысяч рублей. Это двух сторон, если мы смотрим на дыхайных детях, двух сторон на улице Горького, и вот куда в сторону может еще не холст. И улица Торговая, 260 метров, в рамках комплексного благоустройства, мы в этом году делаем, это в рамках благоустройства по формированию комфортной городской среды, парк в районе спортивной школы все прогонят, в общем, у нас это все целостно смотрелось, комфортно, но нормально отремонтировать улицу Торговую, потому что имея много покрытия, то есть площадку, имея тротуары, то есть та старая дорога, она никаким образом не вписывается, не смотрится, то есть надо сделать, чтобы было все красиво, и в поимчании просьба легеть. Здесь также могу сказать, что практически мы выставляли в один день на Уксовод, то есть вы видите, где я на Денис Живусь, там 15-го, а здесь 16-го, здесь мы 15-го, 14-го, 14-го, уже узнаем, кто будет победителем на данном Уксоводе. 29-й, также заключение контракта. Далее по программе региональных проектов в области дорожного хозяйства повышения безопасности дорожного движения у нас выделено субсидия на повышение безопасности дорожного движения до счет света дорожного фонда 181 100 рублей. Эта замена установка не дает недостающие дорожного знака информации по улице Новокомсомольская на 30-366 и замена установка недостающей дорожного знаковой информации по улице Новокомсомольской дошли на 150 тысяч рублей. Водима Уксовской, два пешехода. Пешеходы расположены по улице Новокомсомольской в районе дома 11-8 мегровая района и Новокомсомольской. Далее у нас еще надо выделять субсидию на расстройство участков художественной дорожной сети в безобразовательных организациях для обеспечения безопасности дорожного движения за счет всех дорожного фонда в размере 1 миллион 425 тысяч 400 рублей с учетом софинансирования 15 с учетом софинансирования нашего 15 тысяч 200 рублей общая сумма будет 1 миллион 440 тысяч 600 рублей по улице Революционной устройства пешеходного перехода в рамках обустройства предусмотрим следующий вид установка гаобразных обходов установка дорожного знака по информации установка светофора соседки устройства искусственной неровности также установка светильных среди верных светильников установка пешеходных обходов и наведения на это довольно разные работы которые мы будем выполнять в рамках дорожных работ в рамках 24 руб. У нас есть еще контракт заключенный и в рамках этого контракта имеются денежные средства на так называемые ямочные ремонты асфальтированные можно пояснить по этим то есть что будет ямочные ремонты в обязательном порядке начнем ямочный ремонт в первую очередь по дорогам где обеспечено автобусное движение то есть по автобусным маршрут и дальше по ямочным ямочным до съезд согласно требованиям до первого июня мы должны запустить